Добрый вечер! Один из наших выпусков в прошлом году уже как-то был посвящен Республике Крым. Он так назывался Крымский Марс. Сегодня мы поговорим снова об этом регионе. И у нас снова в гостях арминовед и доевропеист Наталья Борисовна Соболь. Здравствуйте, Наталья Борисовна! Здравствуйте, Вадим! Я вас снова рад видеть у нас здесь. Я думаю, что и зрители тоже рады, учитывая тысячи просмотров. Просто неимоверное количество того самого выпуска, где мы с вами говорим об армянах и армяноидах. Сегодня мы поговорим с вами о Крыме, как и договаривались. Я знаю, что у вас есть ряд очень интересных сведений и малоизвестных кому. И вот такой вот вопрос. Ряд источников, довольно-таки таких серьезных источников, сообщает, что первыми жителями, или как вам угодно, поселенцами полуострова Крымского были Тавры. Это народ индоевропейского происхождения, если быть точнее, индоиранского происхождения. Это VI век до нашей эры. Я знаю, что у вас имеются на этот счет какие-то другие сведения. Если можно вкратце об этом. Можно. Дело в том, что Крым – это рай для всех направлений исторической науки, и для палеонтологов, и для археологов. И существуют такие сведения, что от античных и египетских авторов существует сведения, что Крым раньше назывался Пантида. И в те далекие времена, когда он еще не был отделен водами, то на территорию Крыма попадали народы, жившие на территории Передней Малайзии. И в том числе представители арменоидной расы. Ну, например, первый греческий историк Гекатей Милецкий писал, что в его время уже Пантиду называли Тавридой. Он писал, что на территории Понта Евксинского живет народ, который называется армены-халибы. Народ, живущий у Понта, занимающийся железом. То есть армяне исконно занимались железом. Об этом же говорит и следователь Зенон Коседовский. Да, ну это понятно. Это армянское наборье и родина той же самой металлургии. Да, Митцамор. Там даже 3000 лет назад было гальваника, которая называется Воскеджрац. Их называли халиба-амены, люди у Понта. И Гекатей Милецкий приводит сведения о них. Также о них говорят и Ксенофон, и Псевдокилак Скирианский, и Птолемей, и Страбон, и Зенон Глак, и Ананий Шеркацин уже в 7 веке. Но практически все античные авторы говорят о том, что 2000 лет назад и 1500 на территории Крыма жили армяне. Вот, например, есть потрясающая совершенно книга, ее выпустил. Давайте покажем. Да, ее выпустил наш Ростовский университет. Она называется «Кавказ и Дон в произведениях античных авторов». Составитель Валентина Фирсовна Патракова. Очень хороший специалист, историк. И вот, если мы, например, откроем 17-ю страницу, это как раз будут работы Гекатея Милецкого. Вадик, я вас прошу, чтобы вы прочли вот эту сносочку, пожалуйста. Халибы и Халибои, несомненно, один и тот же народ, населявший современную Южную Армению и Северный Иран, известный также под именем Халдов по имени их главного божества. Народ этот, называвший себя Урарту, был одним из древнейших народов на территории нашей страны, достигших государственности. О том, что на полуострове постоянно пребывал армянский этнос и с глубокой древности, говорит, например, такой источник, как Ибн Батута XIII века. Говорит и более поздний, арабский путешественник, историк, химик и прочее. Говорит и турецкий путешественник Ивлия Челеби, и говорит, тоже еще очень интересная личность, Минас Бажишкян. Это католический монах-миссионер, он ездил, путешествовал на территории Крыма и нашел около Одессы камень, на котором были армянские буквы. И ядом с этим камнем он еще нашел старинную древнюю книгу, в которой буквы были похожи на армянские, но прочесть он точно их не мог. Буквы армянские вы имеете в виду до-маштоцовские или именно маштоцовские буквы? Они походили и на гробар архаичный, и в то же время на арамейский алфавит. Он попытался прочесть, но у него ничего не получилось, и поэтому он тщательно скопировал одну страницу из этого флианта. И книгу эту забрал с собой венецианское книгохранилище «Сент-Лазар». Но потом эта книга исчезла, и так ее до сих пор и не нашли. Но копия этого листа сохранилась в его книге, которая называется «Путешествие в Польшу». Она была издана в XIX веке в Венеции. Да. Вы еще приводили ряд этимологических фактов Крыма. Да, если можно поподробнее об этом. Это очень интересная тема, потому что мы привыкли к названиям, которые существуют в Крыму, и их почему-то в справочниках крымских в период того момента, когда Крым был частью Украины, писали, что названия и турецкие, и татарские, и хорейские. Да, но мы же знаем, что татары туда пришли много позже. Да, татары туда пришли. Позже греков и тех же армян. Да, много, да. Ну вот, например, если мы возьмем название гор. Гора Парчорт – это значит в переводе с гробара «мохнатая гора». Гора Сапун – горбатая. Город Сурхат переводится как «острая скала». В Денуэсты его называли Салхат. Татары его позднее, в XIII-XIV веке, назвали Крым. Город Алушта. Город Алушта назывался в глубокой древности Галустон. Есть такое имя Галуст. Переводится с гробара как «дом на въезде». Город Керч переводится как «керче» – это ущелье Тесмина. Город Евпатория переводится как «керкентида», то есть «благое место». Из этого мы можем понять, что «керкоров» – это значит, фамилия Филиппа Керкова переводилась бы как «благоденствующий». Так же, как есть поселение такое «керкор». Турки говорят, что оно переводится что-то вроде «сорок ножей» или «сорок мечей», что-то так. «керкор» – я понял, это «сорок», а вот «ор» уже… Но дело в том, что… Ничего в голову не приходит. Дело в том, что это как бы уже искаженное название, но если мы это переведем как оно было раньше… Ну, это понятно, потому что со временем вся этимология искажается, подстраивается в транскрипцию того народа, кто уже живет на этих землях. Если мы это переведем как «керкор», то это получится «благое день». Даже если это будет звучать как «керкор», то это можно перевести с армянским подтекстом все равно. «Ор» – это день, а «керк» – это архаичные пельмени. Потому что первые, самые древние пельмени назывались «керк», средние пельмени назывались «бараки» или «бараки», это неважно. Был даже такой горшочек для таких открытых пельменей, у которого было зауженное горлышко, и он назывался «кчуч-керк», то есть горшочек для «керка», потому что эти пельмени, они были открыты с самого верхнего, с верхней части, и они ставились такими кармашками. Потом знаменита генуэзская крепость в Судаке, она называется «Солт-Айц», причем она к генуэзцам не имеет никакого отношения вообще, потому что на территории крепости до сих пор сохранилась церковь 12 апостолов, Тесмерку, Аракелотс. И потом эту церковь переделывали при татарах в мечеть, но чудесным образом на стене каждый раз появлялось изображение Богородицы с младенцем, «Аствацацин Ефманук Иисус», а татары его называли «Майрем Анай» и «Пророк Иса». Потом название крепости «Айотсбер», то есть армянская крепость, «Севджур», например, «Черная вода». Я смотрю, у нас тут список огромный. Да, я специально принесла, ну это совсем немножко. Я хочу немножко еще дополнить, вернемся в Крым тоже этимологически. Понятно, что тавры это прежде всего экзоним, да, то есть их так назвали. Также понятно, что есть сведения исторические, где говорится о том, что в Крыму было очень много крупнорогатого скота. Возможно, этот экзоним как-то связан с крупнорогатым скотом, потому что вот если говорить о таврах, то в армянском языке говядина звучит как «таваремис». Да. И есть также в Крыму на территории Килики армянский тавр. Тавр, да. Это в Турции нынешней, уже современной Турции. Здесь еще один такой напрашивается вопрос. Может быть, это все-таки не армянизмы, а индоевропеизмы, потому что те же тавры были индоевропейских племен, те же арихи и синды. Понятно, что тоже индоевропейского племени, это племена тавров, которые также говорят источники, что они выходцы из Урарту, Крым, да. Вот. Но по-гречески же получается «бык таврос». Таврос. Может быть, это просто индоевропеизмы или все-таки это армянизмы, по-вашему? Это армянизмы, потому что на эту тему есть очень серьезные исследования у Николая Мара, у Николая Адонца. Вот, например, есть одна его такая книга, она называется «Арминя в эпоху Юстиниана». Давайте покажем выше. Но, помимо этого, есть еще дополнение к этой книге, в которых как раз написано и про тавров, и про прочих, про скифов, очень много интересного. Ну, что касается... Вообще поразительно. Любое, в принципе, племя, когда мы говорим о Крыме, будь то это тавры, кемерийцы, скифы, какая-то связь все-таки с Арменией есть. Потому что заглядывать глубже все они, выходцы, либо из Армянского Нагорья, либо, наоборот, из Крыма туда прибыли. В принципе, здесь легко объясняется, потому что Крым на то время находился между греками и армянами. Да, если говорить о греках, если говорить об армянах, Крым вот где-то он посередине. За Пантийским морем. А навигация была хорошо развита и у эллинов, и у армян. Ну, еще Геродот писал, что у армян вообще были очень необычные суда. Они собирались из определенных досочек, которые обтягивались кожей. И в эти кожаные суда армяне грузили свои ценные товары и привозили по рекам, сплавлялись и в Грецию, и в другие страны. И потом, когда они... Да и еще же в этих судах находились и ослы. И потом, когда они продавали все свои товары, то они кожу снимали. Дерево тоже продавали, потому что дерево ценилось в любом состоянии. А на ослах эту кожу грузили и ехали назад. Были даже такие суда у древних армян, согласно Геродоту. А насчет быков тоже есть очень интересный момент. В древней Армении был такой момент выкупа, когда брали шкуру быка, растягивали ее. И выкладывали эту шкуру монетами. И вот таким образом генуисты, которые прибыли в Крым в 20-х годах 13-го века, они таким образом купили у монгол-татар руины Феодосии. Они растелили шкуру самого большого быка. И Арон Тимуру, тогда был такой хан, они 10 слоев золотых монет выложили по всей шкуре. И вот за эти деньги они купили, между прочим, у труины Феодосии. Но это старый армянский метод покупания или выкупа чего-то. По шкуре выкладывайте деньги. Наталья Борисовна, ну вот есть еще, конечно, источники. Их тоже нужно назвать официальными, потому что ими оперирует та же Википедия. Что первые поселенцы армяне на территории Республики Крым, Крымского полуострова, были уже в 12-м веке. То есть позже. Я немножко дополню вопрос. В 12-м веке и только после уже образовалась Золотая Орда. То есть в регион прибыли монголы. Каково им жилось уже при Золотой Орде? Я начну с первой части, а потом прожить ее. Но это не соответствует действительности вообще, потому что тогда получается, что мы полностью уберем источники византийского периода. Византийцы появились на территории Крыма на стыке 4-го и 5-го века. И если знать историю, то большая часть византийских императоров были так называемые хохорумы. О которых мы сейчас читаем. Да, это армяне-холкидониты. Практически больше 85% фамилий базилевцев, правящих, это были этнические армяне. И на территории Крыма... Я поправлю, может некоторые не знают. Базилевцы это византийские цари, монархи. И когда появились византийцы, то, соответственно, были построены первые крепости, первые порты, жилища и так далее, дома, селения. И уже через 300 лет примерно, через 250 лет, к концу 7-го века, в 8-м веке, Крым стал полем битвы между Варданом Филиппиком, в армянских источниках он звучит как Вардан-Пилик, и Стиньяном II. Это было время войны выяснения отношений, и в тот период с Варданом Филиппиком на территорию Крыма приехало очень много переселенцев. Это 8-й век. Потом было большое, еще одно очень большое переселение, когда в 1048 году, в середине 11-го века, было очень серьезное нападение на Анийское царство, и большая часть беженцев из Анийского царства прибыла опять в Крым. И в течение... И туда миграции было очень много, на протяжении, можно сказать, всего человечества. Да, и вот в течение, скажем, 10-го, 11-го и половины 12-го века, вот сколько времени на Анийское царство нападали... Которое считается отправной точкой армянской колонии Крым. Вот сколько раз нападали, вот за 150 лет было больше, ну, наверное, 40 пришествий армян из своих автохтонных земель, которые сейчас называются Турцией, из Анийского царства в Крым. Поэтому говорить про 12-й век, это некорректно. Тогда получается, что все остальные источники, арабские, античные, арабские, коптские, получается, что это не источники. Что до 12-го века, как бы, жизни в Крыму вроде как и не было. Да, давайте перейдем к Золотой Орде. Ну, 27-го января 1223-го года в Крыму появился хан Джучи, это сын Чингисхана. И согласно Ишимовой, это была такая очень интересная женщина, Анна Ишимова. Да, Анна Ишимова. Она была современница Александра Сергеевича Пушкина, его приятельница. Они вместе печатались в журналах. Она написала очень интересную книгу, рассказы по истории для детей. Она очень популярная, рассказы, не художественная литература. И она как раз пишет, что татары были ужасом тавриды. Сначала пришел Джучи хан, а к тому времени уже 200 лет, как на территории Таврида, еще жили половцы Каманы. И монголы-татары начали страшным образом половцев Каманов выдавливать с полуострова. Половину их просто зверски порезали, а другую половину загнали в неживую часть острова, где не было ни воды, ни еды. И они там просто умирали. И арабские путешественники, которые проезжали мимо, они видели, они были свидетелями вот этого страшного ужаса. И они все это описали. Как там люди ели землю, и полуживые скелеты. Матери там качали мертвых детей и так далее. Чуть-чуть был очень короткий период передышки. Татары начали утверждаться. И потом появился второй ужас тавриды. Это баты. И все началось сначала. Если верить источникам, то монголо-татарский этнос старался соблюдать. То есть как только монголо-татары появлялись на какой-то территории, они старались эту территорию застолбить и показать, что это их территория. И поэтому соблюдались главные заповеди Чингисхана. Это собирание народного курултая. То есть это такое собрание. И обязательно... Курултая сейчас собирается в Монголии и в некоторых тюрьмых странах. Да, да. И второй завет Чингисхана. Это чтобы всегда на занятых землях развивалось голубое знамя Чингисхана Кукбайрак. И вот газета 1917 года «Голос татар» как раз писала, что они соблюдают заветы предков монголов и Кукбайрак вьется над Крымом. Вообще безобразия, конечно, творились. И об этом Ивлия Челеби писал. И о продажах тех же мальчиков, проституция. Сейчас скажу. Это очень интересная тема. Она такая неприятная, интересная. Когда в 1451 году пала Византия, то Мехмед II Завоеватель, второе его прозвище Кровавый... Он же педофил. Да. Садамид. Он занял, через некоторое время, он занял и Крым. И вот когда он пришел в Крым, то татары стали данниками турецкого султана. Вообще, как такового ханства никогда не было. Это был Зиолет Турции, то есть провинция турецкая. И в Кафе, кстати, Кафа это армянское название Феодосии, Кафа это значит удовольствие в переводе со среднеармянского. И в Кафе сидел Паша, которому татарские уздени подчинялись. И когда была взята Кафа, то улицы города были залиты кровью, и лошади путались в человеческих кишках. И пишет Мартин Броневский, опираясь на источники 15 века, в том числе и турецкие. Он пишет, что в полис к турецкому султану было угнано 40 тысяч армян и греков на территорию Турции для работ и для прочего. Но как только турки появились в Крыму, то если верить книге Эвлия Челебисия и Хатнамы, то Крым стал огромным перевалочным таким рынком, педофильным рынком. И написано у него было, что это был город сладких наслаждений, что там были сады наслаждений, бани наслаждений. И что любимые, вот цитата, «Луналики, друзья-педерасты, нежные гулямы с мягкой розовой кожей». Это вот как-то вот так звучало. Ну, гулямы, они в те времена ассоциировались именно, как греки говорили раньше, эрастами, да? Да, да. И юношами-любовниками. Да, именно. Не юношами, не юношами, мальчиками. Ну, юношами-мальчиками. Я имею в виду юноши у нас до какого возраста? До 15-16 лет. Ну, в общем, да. Я думаю, можно вполне их назвать и мальчиками, и подростками. Ну, помимо этого безобразия, кругом были невольничные рынки, где можно было купить рабов разных. Помимо всего прочего, были еще очень интересные моменты, про которые пишет тот же и в Илья Челеби. В порту Карасу, например, он пишет так, что в порту города Карасу жило 2000 армянских рей-аи. Рей-аи – это, значит, неверные рабы. Ну, не совсем рабы, а, как говорят сейчас в Латвии, неграждане. И они все платили хараж, в том числе еще и греки, и иудеи, и хазары, и караимы. И чтобы отличить верных от неверных, то рей-аи носили фиолетовые и голубые колпаки, на которые были нашиты специальные значки. Еще был момент очень неприятный совершенно в плане дискриминации, что, например, в банях армяне не имели права носить банную обувь. И на ногу им одевали специальный колокольчик, чтобы было видно, что это моется армянин. И все неверные должны были мыться в укромных местах. Помимо прочего, была еще и дискриминация сельхозхозяйственная. Это было отношение именно к армянам или к неверным? В первую очередь к армянам, и плюс к грекам, караимам и хазарам. Вот откуда и отправная точка в той же нацистской Германии в отношении евреев тоже со значком ходить. Да, со значком ходить. Совершенно верно. Причем была еще даже сельскохозяйственная дискриминация. И Валия Челебит также писал, что нельзя, если ты идешь по городу, то видишь, дом, где нет сада, это дом неверного. То есть христиане не имели права на приусадебное хозяйство. То есть дом ты мог построить, а посадить рядом дерево не имел права. Если у тебя нету дерева, значит, ты христианин. Можно ли сказать, что в 1778 году Суворов переселил греков и армян из Крыма в Азовскую губернию для того, чтобы ослабить ханство? Или это было сделано играть чего-то другого? Ну и это тоже. Дело в том, что вот все говорят про крымское ханство. Не было никакого ханства. Было ханство. Да, был зелет Турции, а ханство как раз случилось после того, как Екатерина присоединила Крым. И вот тогда, по ее велению, это уже было ханство. То есть благодаря царице Екатерине... Императрице. Да, императрице, но это одно и то же. Татары получили независимость, потомки монголы татар получили независимость от Турции. И что ее очень поразило, когда она путешествовала по Крыму, она приехала в одно... Это Екатерина. Да, она приехала в одно село, которое называлось Хаджа-Саул. Это было... Сначала это... Во втором, в третьем тысячелетии это было христианское село. Потом к пятому веку это уже был город. Армян-халкидонитов. И там до сих пор сохранилась базилика третьего века. Конца второго, начала третьего века. Христианская базилика очень редкая. Но уже к приезду Екатерины это село называлось Татарский Иль. И христиан оттуда выдавили. И Екатерина увидела, как относятся к армянам и к халкидонитам в том числе. И к армянам, пастве апостольской церкви, и к католическим, которые в источниках звучат как ормены-фряги. То есть итальянские армяне. И к фрягам, и к халкидонитам, то есть к хайхурумам. И она была поражена неприятно таким отношением. Потом она видела, как относятся к грекам. И она решила выселить христианское население, чтобы оно могло жить спокойно. И помимо этого еще, как бы, попутно были и экономические плюсы. Ну, я знаю, что Крым, в принципе, так же, как и другие регионы, где было всегда большое количество армян, дал тоже своих представителей довольно-таки гениальных армянского происхождения, армянской национальности. В том числе и семья Айвазовского, два брата. Одного из которых называют русским маринистом. Вот, говорить о Крыме и не затронуть тему Айвазовского, я думаю, будет непростительно. Если можно, немного Айвазовского тоже. Ну, вклад армян в развитие, в экономическое, духовное и культурное развитие Крыма колоссальный. Потому что, вот маленькая оговорочка перед тем, как я скажу про Айвазовского. Потому что на территории Крыма сохранилось несколько монастырей армянских. Это Чалтыр-Кавба, Чалтыр. Здесь, где мы находимся, в Ростовской области тоже есть немало топонимов через Чалтыр. Да, Чалтыр. Это как раз топоним, который тянется из Западной Армении. Про это писал Адонц и Мар. Чалтыр-Мармара, Чалтыр-Кавба, потом монастырь святого Ильи, духовная и культурная академия Чамарон и монастырь святого Стефанца. Так вот, в Чамароне, например, было несколько медицинских школ. Это Себастийская, Евдокийская и Амасийская. Это после падения Трапезунского царства как раз приехали. Было несколько скрипториев, были аптеки. Причем больницы были, башканодцы, они по-армянски называются. В больницах лечили людей бесплатно, потому что действовал кодекс армянского врача, который создал Амир Давлад Амасиации. Помимо этого, были школы, в которых учились дети других национальностей и других вероисповеданий, но они получали знания географии, истории и прочее. Помимо этого, большая плеяда крымских поэтов, крымских врачей известна, таких как Хаспек, Вардан Кафаэйцы и другие. И, ну, конечно, самое большое светило Крыма – это Айвазовский. Это уникальный человек, который, ну, скажем, если Шарля Азнавура можно назвать мистер свет, его так называют, потому что он оплатил освещение в Армении, когда она была в блокаде, то Айвазовского можно смело назвать мистер вода. Я испугался, я думаю, вы сейчас скажете мистер тьма. Нет, мистер вода, потому что Айвазовский за собственный счет оплатил 30-километровый водопровод Феодосии, построил фонтан, подарил родники, которые находились на его личных имениях, потом вложил колоссальные деньги в постройку железной дороги, музыкальный зал, художественная школа. Это все он делал на деньги, продаж своих картин? Да, да. Художественная школа для юных художников. Обучение оплачивал бедных талантливых детей, которые могли рисовать. Потом он построил музей на горе Митридат. Он был неплохим археологом еще. И построил несколько больниц, рисовал иконы для церкви феодосийской. И мало кто знает, что он еще был и спортсменом. Да, он был десантником. Так что, когда бывает день десантника, то в этих рядах незримо стоит... Он был десантником тогда, когда о десантуре и знать не знали. Нет, почему? Официально. Официально. У десантура такого термина еще и не было. Нет, но десант был, потому что... Десант-то был, да. Был десант, у него даже есть такая картина «Десант в Супаше». Это когда... Просто дядю Васю обычно называют отцом десантура, а это же у нас 20-е годы. Так вот, Айвазовский... Ну, вообще, они оба брата очень талантливые. И Габриэль, и Аванес. Габриэль, например, очень известный теолог, переводчик. Он вообще полиглот. Он знал больше 12 языков, не считая армянского. Он возродил к жизни очень многие старинные рукописи древние. Горбара переводил 5-6 века фолианты. Потом он жертвовал большие деньги на больнице и на типографии. Габриэль тоже. Благодаря ему были изданы очень редкие... Семья меценатов. Да, семья меценатов. Я слышал, что есть такая картина Айвазовского, где он изображает детей армянских и турок или тюрок. А, сейчас скажу. Да, вот немножко об этом, потому что мало кто знает об этой картине. Ну, дело в том, что все Айвазовского знают как знаменитого мариниста. На самом деле он разножанровый художник. Он писал и эзотерические работы, такие мистические, и писал историко-христианские работы, и портреты, натюрморты. Он писал исторические, очень тяжелые вещи, которые можно назвать неизвестной Айвазовской. Ну, например, резня в Трабзоне. Потом он написал... Где хранятся эти картины? Ну, я так думаю, что в частных коллекциях. Например, резня в Трабзоне. Не знаю, еще его работа. Резня в Андрианополе. Потом страшное тоже название картины. То есть он еще и баталист. Да, да. Сбрасывание турками армянских тел в море. Есть вот такая вот картина. Но про эти картины упоминаются в источниках художественных, но их никто не видел. Они находятся в каких-то или в запасниках, или в частных коллекциях. Видимо, еще время не пришло. Наталья Борисовна, безумно интересно, но у нас ограничено время. Мы с вами в будущем на разные темы поговорим. Сегодня вот Крым, Айвазовский. Я думаю, в будущем будет еще. Мы с вами сложим темы и обязательно поговорим. Я напомню, это была армянавед, идоевропеист Наталья Борисовна Соболь. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...